В бюджет Ненецкого округа с начала года поступило 11 миллиардов 100 миллионов рублей, при годовом плане в 20 миллиардов. Данные цифры на еженедельной планерке озвучил исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов и экономики Сергей Михайлов. Основные доходы в казну поступили за счет налога на имущество, доходов в виде доли прибыльной продукции от Харягинского СРП, безвозмездных поступлений и налога на прибыль организаций. Расходы бюджета исполнены на 51% и с начала года составили более 12 миллиардов, при годовом плане почти в 24 миллиарда рублей. Основные расходы – это субсидии бюджетным учреждениям, они составили 4,5 миллиарда, это 63% от годового объема. Из них на образование 3,3 миллиарда и здравоохранение – миллиард рублей. Также основной такой расход на часть социальной выплаты населению – миллиард 600, это 55% от годового объема, то есть в плановом режиме все. И субсидии юридическим лицам тоже миллиард 620, 69% от годового объема. Государственный долг по состоянию на 3 августа составил 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Также в ходе оперативного совещания Юрий Бездудный поручил проводить личный прием граждан в онлайн формате. Все заместители, начиная со следующей недели, ведут личный прием в онлайн. Об этом нужно донести до всех жителей, донести. Кроме этого, со своих страниц в социальных сетях я обязательно проинформирую жителей, что все заместители и руководители профильных департаментов теперь тоже есть в социальных сетях. И у них есть возможность напрямую с вами коммуницировать. Полагаю, что в ежедневном режиме вы будете отвечать жителям на их запросы. В связи с данным поручением глава региона напомнил своим заместителям, а также руководителям профильных департаментов о необходимости регистрации в социальных сетях. Большинство из руководителей уже зарегистрированы. Да, там нужно довести до ума аккаунты, потому что не у всех видно должность и не видно, какие направления вы курируете. Но сегодня нам очень важно поддерживать связь с жителями. То, что мы не даем ответа, это означает, что дальше они будут жаловаться все выше и выше, не получая ответ от нас. Поэтому я даю еще неделю всем руководителям на то, чтобы довести до ума свои аккаунты. Причем не только ВКонтакте, но и в Инстаграме. Аппарату администрации Ниньского округа поручено актуализировать график личного приема заместителей губернатора и начать принимать граждан уже со следующей недели.